В районе Второреченского моста предположительно нетрезвый мужчина упал на проезжающий мимо автомобиль Тойоту Витс. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции. Инцидент случился после полуночи. Водитель на Тойоте ехал по проспекту Владивостока. На перекрестке и на светофоре поворачивал на русскую, планировал проехать в сторону автовокзала. Не сбылось, загорелся зеленый, водитель Витс начал движение, только отъехал от зебры, как вдруг будто из-под земли вырос пешеход. Не устоял на ногах и упал на авто. Как оказалось, впоследствии мужчина находился предположительно в нетрезвом состоянии. Человек просто, я не знаю, как-то упал или что. Ну что, упал или что. Касание было? Машина. Было? Было. А с какой стороны? Я вот пристал. Мужчина ударился лбом о правую переднюю часть авто, упал на асфальт, водитель Тойоты помог ему подняться. От пешехода исходил сильный запах алкоголя. Он, вероятно, был настолько пьян, что никак не мог встать на ноги. Рулевой Тойоты едва справился, поставил нетрезвого пострадавшего на две ноги, как тот вновь упал. Водитель Тойоты поймал мужчину. Заметив кровь на его лбу, вызвал для него скорую. Медики прибыли незамедлительно. Осмотрели пешехода, травм угрожающих жизни не обнаружили. На окровавленный лоб наложили пластырь. Просто шел, шел, шел и просто запамятовал. Вы выпивали, что ли? Нет, не выпивал. Просто шел, шел и... И что и? Что произошло и? Шел, шел и все. В принципе, у нас Россия свободная страна. Шел и все, и шел. Вы же сами сказали, я пострадал, меня сбили. Тут вы сейчас говорите, что я шел от трех. Я не говорите, что я пострадал. Я просто шел, шел и просто не то, что пострадал, просто у меня, не знаю, шел, шел, препятствия и дальше шел, не более того. То есть вас машина не сбивала? Нет, конечно. Сами упали? Ни в коем, ни в коем. Я не падал. Признается, что не хотел создавать препятствия рулевому Тойоту, но тело не слушалось. Споткнулся об ордюр и затем налетел на автомобиль. Падая, разбил лоб о правую фару авто. Та раскололась, на место ДТП прибыли сотрудники госавтоинспекции. Разбираются в обстоятельствах случившегося и, как выяснилось позже, пешеход и водитель не имеют друг к другу претензий. Разошлись полюбовно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова